Будущее детской медицины здесь. Девятиэтажный красавец, выросший в центре Орла, готовится к приему маленьких пациентов и их родителей. Сами медики, персоналы руководства научно-клинического многопрофильного центра, медицинской помощи матерям и детям имени Круглой ждут переезда как праздника. Чувство гордости, что у нас в области появился такой объект. Я хочу сказать, что это все было невозможно без личного контроля Вадима Владимировича, нашего губернатора, потому что проблемы были на объекте, проблем было достаточно, и волевые решения, жесткий контроль позволил вот эту ситуацию свести к результирующей. Ну и Николай Дмитриевич Ковалев, наш депутат Государственной Думы, тоже принимал участие в судьбе этих объектов юбилейных и нашего объекта. Поэтому тоже хочется сказать ему большое спасибо. Алексей Медведев, пожалуй, единственный человек, который легко ориентируется на огромной площади параклинического корпуса. В помощь остальным специальные указатели. Сделали достаточно простые указатели, которые сопровождают пациента на всех этажах. Здесь есть информация о наших новых структурных подразделениях, которые появятся в этом корпусе. Они тоже обозначены у нас по всем этажам. Это и стоматологическое отделение, это уже не поликлиника, а консультативно-диагностический центр. Это лаборатория клинической патоморфологии. После очень-очень плодотворной работы все-таки оно пришло, это чувство удовлетворения глубокого. Потому что заходишь уже не с обсуждениями какими-то там, да, каких-то рабочих процессов, а уже обсуждение больше такого плана, что а где кресло поставить, а как там оно будет стоять. Руководитель строительной компании Артур Саркисов говорит так. Помощь и поддержка губернатора в самый сложный момент была неоценимой. Строители планировали сдать объект в сентябре 2015 года. Препятствием стали многочисленные проблемы. Тогда главный врач Алексей Медведев обратился к губернатору Вадиму Потомскому. Перемены начались кадровые, произошли в самой строительной компании. Ее и возглавил Артур Саркисов. Работы активизировали за последние 8 месяцев. Строительство корпуса началось 4 года назад. Без воздействия губернатора, ну, я более чем уверен, что все вопросы, которые были здесь, они были очень остро поставлены. Наверное, никогда бы не смогли бы свести в общую, под общий знаменатель подвести. Потому что именно исключительно его авторитет и именно непосредственно его участие. Не просто так, на заметку дня, а он действительно практически каждый день в сводке дня был вопрос по поводу параклинического корпуса. Социальная значимость нового корпуса чрезвычайно высока. О каждом помещении и его содержимом можно рассказывать часами. Процесс комплектования оборудованием завершен. Вся техника поступила, вся техника рабочая, вся техника соответствует нашим потребностям. То, что мы хотели, мы получили. Оборудование современное, надежное, соответствующего уровня учреждения. В том числе это оборудование экспертного класса, предназначенное для решения каких-то более серьезных задач, которые сегодня стоят перед нами. В помощь офтальмологам – проектор знаков. Пациент на расстоянии 5 метров находится от экрана, да, и дальше мы проводим проверку остроты зрения. На третьем этаже корпуса будет работать центр от риноларингологии, сурдологии, фониатрии. Это современный компайн, который позволяет проводить диагностику заболеваний лороргонов на современном уровне. Это микроскоп, с которым работает врач от риноларинголога, для того, чтобы мелкие детали можно было работать. Это монитор с камерой высокого разрешения и с эндоскопами. Среди оборудования есть эксклюзивные образцы. Вот аппарат УЗИ, аналогов которому в стране нет. Это самая современная модель из тех, что существует сегодня в мире. Основная задача этого аппарата наша – это исследование кардиологических пациентов. Оно позволяет проводить 3D-реконструкции, что нам особенно важно у пациентов раннего возраста с пороками сердца. Медики обсуждают хорошую новость. Свыше 700 миллионов рублей федеральных субсидий поступит в Орловский регион. Средства предназначены для научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени Круглой. Об этом шла речь во время встречи губернатора Вадима Потомского с заместителем председателя правительства Российской Федерации Ольгой Голодец. Мы построили прекрасные корпуса. У нас в очень хорошем состоянии сегодня объекты. Но построить-то мы не для того, чтобы этот офисный центр сделать. Нам надо туда дополнить необходимое медицинское оборудование современное. Тем самым и снижать и детскую смертность, и материнскую смертность, и выявлять какие-то патологии, которые на ранней стадии. Нам это надо. Абсолютно поддержало и убежден, что мы эти деньги в нужных объемах получим. Глава госзаказчика Денис Блохин подводит итоги. Работы на одних юбилейных стройках завершаются, на других уже назначаются даты открытия. Эти объекты переданы в казну Орловской области. Далее они передаются балансодержателю, который оформляет соответствующие медицинские лицензии. Помимо этих двух объектов у нас завершен крытый тренировочный каток на микро-районе Зареченский. Насколько я знаю, там уже проводится катание по выходным дням. И в ближайшее время мы завершим два театра. Никто и не скрывает, проблем было множество. От недоработанных проектов до недобросовестных подрядчиков. Если бы не губернатор Орловской области, потомский Валерий Владимирович, если бы он нас каждый день не собирал, если бы он не приезжал на объекты, то, конечно, здесь темпы были гораздо более медленными. Следует отметить здесь и Ковалева Николая Дмитриевича, депутата Государственной Думы, который тоже на данных объектах периодически участвовал в совещаниях, участвовал в планерках. Это были и ряд согласований с федеральными органами власти. Ситуацию на стадионе Ленина тоже удалось поменять общими усилиями. Работы там завершает компания, возводившая параклинический корпус и здание перинатального центра. Мы сейчас запустили вторую смену, по-другому мы не сможем просто закончить. Губернатору поставлена четкая задача, что к юбилею города необходимо сдать, провести объект к готовности. Данная задача выполнима, ничего невозможного нет. Работаем день и ночь, день и ночь работаем. Позиция губернатора хорошо известна. Строители, занятые на юбилейных объектах, должны не забывать, что качество их работы оценивают не только власти, но и орловчане. А юбилей – это прежде всего не только праздник, но и способ улучшить состояние областной столицы. Наталья Фехтерева, Олег Фомин, телеканал Первый областной.